Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашем занятии, которое сегодня будет посвящено теме организации помощи детям-сиротам и детям, оставшихся для спопечения родителей в детских учреждениях. Позвольте вам представить мою спецедницу Елену Матковскую. Елена в течение многих лет являлась координатором трех детских домов православных наших, Свято-Софийского, Свято-Димитровского, Свято-Рисовительского. Помимо всего прочего, Елена преподавала в качестве психолога в школе приемных родителей. Елена является практикующим психологом, является координатором социальных проектов отличных. И, помимо всего прочего, Елена мама трех приемных детей. То есть, как вы можете понимать, это эксперт не только теоретически, но и практический, с практической точки зрения. Поэтому очень интересно будет услышать ее мнение, ее предложение на эту тему. Вот, Елена, хотелось бы вот с чего начать наш разговор. Все-таки расскажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация обстоит вообще в детских учреждениях, в детских домах, которые называются уже, насколько я знаю, по-другому. Какая там сейчас, насколько изменилась ситуация за последние несколько лет? С удовольствием расскажу. И, наверное, начну свой рассказ с того, что в моем опыте, вот кроме тех регалий, которые были перечислены, есть, наверное, наиболее актуальный для нашего разговора сейчас такой опыт, что некоторое время назад я была координатором группы волонтеров при храме. То есть я начинала как единственный волонтер, через некоторое время мы как-то там создали группу, и меня благословили немножко это все организовать. Это было примерно 8 лет назад. И, конечно, если сравнивать ситуацию в те годы и вот сейчас актуально, я понимаю, что это какие-то, ну, совершенно разные истории. На тот момент детские дома являлись довольно закрытыми учреждениями. Устанавливать с ними контакт было очень сложно. И, кроме того, ну, возможно, это у нас, но, наверное, это была проблема все-таки большинства людей. На тот момент было не очень понятно, что нужно делать. Вот какого рода помощь нужна. Было понятно, что потребностей очень много. И, ну, со своей стороны, могу сказать, что мы, конечно, наделали всех ошибок, которых только можно. Вот. Мы немножко затронем, да? Но, возвращаясь к тому, какие изменения произошли сейчас, они, конечно, довольно драматические. Суть в том, что детские дома перестали быть таким местом постоянного проживания детей наилучшего, да? Какой-то в советские годы все-таки считалось, что это такая хорошая форма жизнеустройства детей, и детей воспитывало общество. Сейчас мы пришли к тому постепенно, с помощью разных реформ, мы пришли к пониманию того, что главная функция детских домов заключается в том, чтобы закрыться. Да, то есть, вообще, хороший детский дом – это закрытый детский дом. Вот. И поменять, ну, на самом деле, это, конечно, шутка, совсем, к сожалению, закрыть на данный момент детские дома невозможно, и, может быть, даже и не нужно так себе эту задачу ставить, но, конечно, существенно сократить количество проживающих в них – это, возможно, это реалистичная задача, и практика показывает, что она, ну, так или иначе решается, цифры об этом свидетельствуют. Другой вопрос, что на этом пути есть разные сложности. Сейчас детские дома называются в основном центром содействия семейному устройству, и из этого названия вытекает их главная функция. То есть, произошла реформа, и законодательная в том числе, благодаря которой руководство детских домов понимает, что главная задача их организации – найти семью для ребенка, обеспечить контакт потенциальных приемных родителей с ребенком. Ну, и если у них есть такая возможность, открывать или школы приемных родителей, или службы сопровождения этих детей, ну, или пользоваться услугами тех организаций, которые уже в этом направлении работают. И действительно, мы видим, ну, наибольшее изменение, мы, конечно, видим, как вводится в Москве и Московской области, то есть, они постепенно проникают в регионах. Некоторые регионы, кстати, являются в этом смысле передовыми, и, может быть, даже более бодрыми, чем Москва, как-то не странно. Вот. Некоторые регионы, наверное, еще не так хорошо успевают, особенно дальние, и в этом смысле мы будем признательны вашим рассказам о том, что происходит у вас в регионах, потому что нам тут в центре тоже важно про это знать. Вот. Поэтому, если вы нам будете отправлять ваши рассказы о том, как у вас это устроено, я имею в виду семейное устройство детей, какими темпами оно идет, какие дети есть в учреждениях, то мы будем вам признательны. Вот. Потому что, ну, на самом деле, нам здесь важна эта информация всегда, и сейчас сформулировались основные направления, по которым можно осуществлять помощь детским домам, и в том числе помощь, которая организовывается на приходах и силами приходов, потому что это, ну, в общем, всегда было такое традиционное взаимодействие. Если раньше эта помощь в основном тоже строилась, ну, на каких-то, на какой-то материальной основе, то есть традиционно это были подарки, да, какие-то вещи, ремонты, это, конечно, ну, все важно, но сейчас уже на данный момент все понимают, что это такое довольно тупиковое направление работы, которое мало к чему ведет, и поэтому можно выделить, наверное, такие три основные линии, по которым мы можем развиваться. Первая – это, ну, такая действительно, конечно, масштабная задача, но, тем не менее, она является оптимальной, не могу о ней рассказать. Это создание школы приемных родителей на базе приходов или на базе какой-то организации благотворительной, которая у вас каким-то образом оформлена и институционизирована. Значит, школа приемных родителей, хорошо, если она сочетается вместе с какой-то формой сопровождения приемных родителей и с клубом приемных родителей, который будет функционировать в взаимной связке. Второе направление – это организация гостевого режима для детей, которые находятся в учреждениях. И третье направление работы – это организация системы наставничества в тех учреждениях, с которыми мы сотрудничаем. – Хорошо, Лен, так обозначила, такими штрихками крупными достаточно уже всю основную задачу, которая перед нами стоит, но мне бы хотелось все-таки остановиться на каждом из них, может быть, не так подробно, как хотелось бы, потому что у нас все-таки есть какие-то ограничения по времени, но в целом, давайте, наверное, мы все-таки начнем от сложного, простого, до сверху. Хотелось бы, в первую очередь, поговорить о школе приемных родителей. Ну, вот мне только, предваряя Ваш рассказ, мне бы хотелось вот такой ключевой вопрос задать. Все-таки мы говорим с Вами, естественно, о православной школе приемных родителей, которая, вот насколько мне известно, пока я знаю только о московской школе. Если вот, опять же, наши слушатели знают еще о каких-то других школах, нам очень интересно было о них узнать. Так вот, мы пока ориентируемся на эту информацию. Вопрос такой, для чего мы хотим организовывать православную школу приемных родителей, когда существует уже достаточно много государственных структур, которые вот существуют на сегодняшний день. Для чего мы дублируем вот эту вот организацию, как это, по Вашему мнению? Вы знаете, ну, я в этом смысле готова поделиться, наверное, тем опытом, который есть у нас в Марфо-Мариинской обители, потому что я имею некоторое отношение к созданию функционирования школ приемных родителей при Марфо-Мариинской обители. Вы совершенно правы, это на сегодняшний день пока единственная школа, которая нам известна. То есть, действительно, может быть где-то прямо в данный момент открываются еще какие-то, но, к сожалению, да, мы пока об этом не знаем, будем рады. И, ну, собственно, одна из целей наших занятий сегодня, что возможно, наша замечательная аудитория посмотрев вдохновиться нашим опытом и начнет в эту сторону двигаться. Сразу могу сказать, что это путь не простой, но очень нужный. Отвечаю на Ваш вопрос, зачем же все-таки стоит городить огород и дублировать. Ну, например, на территории Москвы, насколько я знаю, функционирует сейчас порядка 50 школ приемных родителей, ну, плюс-минус, какие-то открываются и закрываются. Ну, в общем, это число, в общем, так вот, вокруг этой цифры стабильно держится. И плюс на протяжении нескольких лет уже работает наша школа приемных родителей Марфа Мариинской обители, которая пользуется довольно большой популярностью. В том смысле, что у нас есть запись потенциальных слушателей на какое-то время вперед. то есть, во-первых, это значит, что есть спрос, есть потребность, значит, люди видят, да, это тоже о чем-то говорит, значит, люди видят какую-то в этом смысле необходимость. Значит, второе, зачем, ну, все-таки мы эту потребность удовлетворяем и что нам кажется, в чем отличие. Все-таки в подготовке приемных родителей есть два таких основных компонента. Это подготовка, прежде всего, самого себя к этой деятельности. И второе – это, ну, некоторое знание, ну, специфики детей, оставшихся без попечения родителей, их психологии, их жизнеустройства, того, как особенности их жизни повлияли на особенности их развития. И плюс знание, ну, вообще каких-то общих педагогических подходов, потому что часть нашей аудитории не имела своих собственных детей или, наоборот, имели своих собственных детей, но это не всегда, ну, как известно, родительство такое кровное, оно не всегда аналогично приемному родительству. То есть вот два таких основных компонента – это подготовка себя и, в общем, ну, некоторая подготовка на уровне знаний и подхода. Так вот я хочу сказать, что все-таки в общеправославном контексте у обоих этих направлений есть некоторую специфику. И в подготовке себя, и в таком педагогическом подходе. И очень хорошо, когда это не входит в противоречие с убеждениями аудитории. И так приходится много новых знаний, информации на себя примерять, осваивать. И хорошо, когда это, ну, как-то ложится на общий контекст жизни семей. Хорошо, когда собеседники в данном случае, то есть это, конечно, школа приемных родителей не выглядит как такая, ну, школа привычного понимания слова, да. То есть, ну, понятно, что преподаватели знают об этом чуть больше. Но все равно мы стараемся с нашей аудиторией такой партнерский диалог вести. И скорее обучаемся через такую живую систему. И хорошо, когда могут приходить не только психологи, православные психологи, но и батюшки. И, конечно, это возможно в основном... Это обязательно все-таки, да? Да, да. Для нас, для православной школы это, конечно, обязательный компонент, и его очень сложно организовать, ну, в рамках светской школы, да. Вот. Хорошо, когда есть возможность, опять же, пригласить батюшку, когда есть возможность приглашать людей из воцерковленных семей и понимать, как у них выстроена жизнь. Приглашать приемных родителей, у которых есть опыт, ну, именно такой церковной жизни, и они рассказывают о семейном укладе, который понятен на аудитории. Ну, плюс ко всему, часть тем у нас, конечно, абсолютно совпадает. То, что касается, например, общих принципов, теории привязанности, она ничем не отличается в этом смысле. Вот. А часть тем мы, конечно, подаем по-разному. Ну, хорошо. Замечательно. Спасибо, Елена, большое за такой полный ответ. Ну, тогда все-таки вкратце, с чего же начать, да, как организовать, если есть такие ресурсы, возможности, и что для этого надо в этой школе для охранителей проживающих, так вот, то, какие существуют. Ну, понятно, что, наверное, самое важное в данном вопросе, вообще, кроме благословения и общей решимости такой, это наличие людей, которые будут это делать. Потому что школа не может существовать без какой-то организационного компонента и без преподавателей. Ну, то есть, как минимум, нужно освоить, ну, так называемую матчасть данный год. Нужно вникнуть в документы, которые нужно будет оформить. И насколько я знаю, у нас есть вебинары по большим вопросам. Как организовать дополнительно, если не будет необходимо. Да, и также иметь, ну, понимание, из какого бюджета будет это финансироваться. Это не великие деньги, но, тем не менее, они должны как-то, в общем, регулярно поступать, да, вот, потому что там все равно есть какие-то расходы. Нужно понять структуру расходов, откуда будут поступать доходы, нужно иметь какое-то помещение координаторов, которые записывают желающих, ну, и ввести это в какую-то регулярность, да. То есть, понятно, что школа довольно формальная, школа приемных родителей довольно формальная процедура, которая предполагает, что вы рассказываете не только то, что хотите, но еще то, что нужно. Вот, у вас должна быть программа, вы должны иметь лицензию на эту деятельность, выдавать сертификаты, вас будет раз в какое-то время проверять та организация, которая на вашей территории выдает право этим заниматься, вот. И это может быть организация такого дополнительного образования, вот, ну, такого еще нет, но я думаю, что там теоретически может быть школа, которая добавляет, вот, люди прошли какую-то светскую школу, у них есть сертификат, но тем не менее у них осталось вопрос, да, ну вот, где это может быть какая-то там ваша школа, да, вот. Но это более упрощенный вариант, но тем не менее у него будет один существенный минус, вы не будете давать сертификата, который является обязательным для получения полного пакета документов и для формальной подготовки ваших служителей к приему ребенка. А в школе преми-хранитель какие специалисты основные должны быть, вот, вот, которые точно должны быть, да, если это кому-то можно еще привлечь, да, а вот те, которые постоянно, ну, те же занятия, которые проводят, да, на постоянной основе, какие вот их? Не так много, да? Да, действительно не так много, но, как минимум, у вас должен быть руководитель этого проекта, который отвечает за его функционирование, и мне кажется, что это должен быть, как минимум, второй человек, психолог, который ведет сами занятия, а также ведет интервью с кандидатами в вашей школе и, там, финальное интервью после окончания школы, вот. То есть, как минимум, вам нужно две таких основных штатных единиц, ну, плюс еще было бы здорово иметь секретаря, социального педагога, ну, то есть, юриста, но дальше все это можно наращивать, расширять, углублять, но такой, для начала, да, наверное, минимум, с которого нужно начинать, это руководитель и психолог, который осуществляет в программу. Ну, хорошо, я думаю, что в общем и целом, наверное, да, мы рассказали, не Елена сказала, простите. Давайте тогда перейдем к следующей ступеньке нашей, да, это вы упомянули гостевой режим. Что же это такое, о чем у тебя речь и для чего он нужен, с кем его можно организовывать, вот так вкратце, если нужно. У гостевого режима есть разная аудитория и часть специалистов и экспертов в этом вопросе являются поклонниками этого направления работы, часть экспертов справедливо говорят о минусах этого направления, вот, но я скорее отношусь к поклонникам этого направления, потому что в некоторых случаях… Владыка, сейчас тоже я хочу отметить, что Владыка тоже загость его режима, я бы говорила, я прошу прощения. Мы в этом совпадаем, благодаря тому мы просили Владыку все время рассказать, да, рассказать аудитории сайте «Новосердие» о том, почему и зачем это важно. Тем не менее, если говорить про основную задачу, как мы помним, в начале нашего занятия мы говорили о том, что хороший детский дом – это тот детский дом, в котором детей нет. Но, тем не менее, исходя из принципа реальности, это, увы, не всегда возможно. Почему? Потому что в наших детских домах со временем остается все более сложной для семейного устройства категория детей. То есть сейчас действительно хорошо разбирают здоровых младенцев, ну, относительно здоровых, да, их очень мало. Также хорошо и довольно активно забирают дошкольников или младших школьников. И в детском доме остается самая сложная категория детей. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, да, с какими-то особенностями развития, разного возраста, но, тем не менее, из них довольно много уже довольно взрослых детей. И также остается много подростков, которых по понятным причинам разбирают не так быстро и не так охотно. В этом смысле людей тоже можно понять. И мне кажется, что вообще-то наша православная аудитория обладает в этом смысле, ну, некоторым большим потенциалом, чем обычные шведские люди. Ну, по крайней мере, хотелось бы, что там, да, у них есть несколько другая мотивация, то есть, действительно, часть нашей аудитории понимает, что они делают это не только для своего удовольствия, развлечения, не только для того, чтобы им было удобно и комфортно, а для того, чтобы реально помочь этим детям. И, возможно, в силу разных обстоятельств, которых, ну, совершенно не стоит судить, человек пока не готов взять ребенка в свою семью раз и навсегда. Особенно, например, подростка с ограниченными возможностями здоровья, да, вот так вот, если себе представить себе, что вот раз человек проснулся и вот вздумал это сделать. Это даже как-то немножко опасно выглядит. Да, у него даже и опыта, может, такого нет в этом смысле. И, конечно, хорошо, когда у него горит сердце, но только этого, к сожалению, мало. И тогда вот как раз и приходит на ум гостевой режим. Что же это такое? Это форма помощи детям, при которой мы можем брать его, как следует из названия, в гости, либо на выходные, либо на каникулы. И это один из способов сделать так, чтобы ребенка не было в детском доме хотя бы временно. Чтобы он выходил за пределы детского дома и сталкивался с тем миром, в котором ему реально предстоит функционировать. И этот опыт, он, конечно, бесценен. И в этом смысле, ради этого опыта я готова пожертвовать минусами гостевого режима, которые… Вот это преимущество, да. Рассказать, что там может быть такого интересного, хорошего для детей, которые вообще важного. Почему вот так вот вы сейчас говорите о том, что это действительно приоритетов больше, плюсов больше, чем минусов? Да. Ну, во-первых, мне кажется, что самым важным здесь является то, что это помогает создать персональное отношение между тем человеком, который берет ребенка, и самим ребенком. Это даже закреплено законодательно, в отличие, например, от наставничества. Ну, то есть для того, чтобы гостевой режим случился, человеку неохладимо оформить документы. Да, вот об этом тоже хотелось бы немножко потом сказать. Да. Набор этих документов можно легко узнать из интернета. Он не сильно отличает, он довольно масштабен, но, тем не менее, его оформление является вполне реалистичной задачей, и его особенностью является то, что… пакет документов, я имею в виду, что нет необходимости проходить школу приемных родителей. Это, кстати, и минус тоже. Да, в какой-то степени. Ну, то есть, на самом деле, гостевой режим не обязывает вас пройти школу приемных родителей, но я бы со своей стороны рекомендовала тем, кто хочет пуститься в этот путь, все-таки пройти эту школу, потому что часть трудностей, с которыми вы будете сталкиваться, она разбирается на школе приемных родителей, и просто это вам самим будет легче. Но мы говорим даже не о том, что вы возьмете на себя бремя гостевого режима, а что вы будете привлекать для этого аудиторию, да? И зачем же вам стоит это делать, кроме вот создания персональных отношений, хотя создание персональных отношений является той базой, на которых вообще выстраивается все остальное. То есть, вот это понимание ребенка, что есть конкретный взрослый, которому он нужен, которому он важен, который хорошо знает контекст его жизни, приходит именно к нему и может взять его за руку и вывести куда-то. Это, конечно, может существенно изменить на самом деле жизнь этого ребенка. Гостевой режим, он возможен, не обязательно у вас в гостях, гостевой режим дает право приходить к ребенку на его территорию и проводить время там, дает право выходить за территорию детского дома, не обязательно к вам в гости. То есть, если ваши квартирные условия или семейные условия не позволяют приводить ребенка, это не значит, что вы не можете использовать этот способ помощи. То есть, он довольно широкий, он налагает ответственность в тот момент, когда вы берете ребенка, вы, конечно, отвечаете за его жизнь и здоровье. И это тоже очень хорошо на самом деле, потому что взаимные обязательства, они важны для создания отношений. И это не дает право распоряжаться жизнью ребенка. То есть, вы не можете принимать ключевых решений в его жизни, говорить его воспитателям или директору. Ну, то есть, вы можете только о чем-то просить их, у вас есть какое-то совещательное в этом смысле право. Но вы не можете, конечно, чего-то требовать, потому что у вас нет полноты обязательств за жизнь этого ребенка. Но, тем не менее, вы можете в его жизни участвовать и показывать ему мир, который вокруг. Да, ну вот вы с вами таким рассказом мягко перешли даже на следующую ступеньку сами, да? На вот это вот понятие наставничества. Вообще, что такое? Что такое за наставничество? Кто такие наставники? Мы знаем, да, работа волонтеров. Ну, в общем, в целом, о чем вы сказали, с чем мы начинали, да, вот на свой разговор, что как-то все, ну, есть такие волонтеры, мы, наверное, многие об этом слышали, может быть, кто-то и занимается, которые приходят в детский дом, да, ну, они приходят раз в месяц, да, там, как-то, может быть, чуть почаще, там, какой-то одной группы, другую группу, что-то они какие-то там мероприятия там организуют, там, как-то концерт покажут, какие-то подарки принесут. Чем они, вот эти волонтеры, отличаются от тех наставников, которых вы упомянули? И вот те мероприятия, которые вот все-таки действительно важны для детских, для детей, находящихся в учреждении, которые необходимо организовать? Да, сейчас попробую рассказывать. Дело в том, что из опыта могу сказать, что, конечно, вот так я наблюдала, что жизнь ребенка в детском доме, она главным образом не хороша тем, что в его жизни участвует невероятное количество людей. И они приходят и уходят, а ребеночек наш, он остается в этом детском доме. И за жизнь ребенка, такой довольно небольшой, например, за несколько лет, может смениться до пятидесяти взрослых, мы вот даже считали в детском доме, с которыми он взаимодействует и контактирует, и которые имеют отношение к его воспитанию. Можете себе представить жизнь, при которой вас в детстве воспитывало пятьдесят взрослых. И с каждым из них вам надо было выстраивать какие-то отношения, каждый из них мог наказать вас, вразумить вас. И это, конечно, очень сильно влияет на структуру личности и, в общем, деформирует ее. Поэтому, прежде чем вторгаться в жизнь ребенка с большим праздником, с подарками, стоит подумать, нужно ли это делать. Потому что в наше время подарки и праздники – это, к сожалению, не то, что не хватает сиротам. В том смысле, что, конечно, вот особенно это связано с праздниками, да. Тут вот случается Рождество или Пасха, и в жизни ребенка просто случается какой-то вихрь карнавала вокруг него, из конфет, подарков, череды волонтеров, которые нескончаемым потоком идут и идут в детский дом. Плясок, писен, дети пляшут, взрослые пляшут, все в едином порыве воют хоровод вокруг елки. Я вас уверяю, что я, ну, к сожалению, вы должны осознаться, что я сама участвовала в этом жанре и с большим душевным подъемом. И мне казалось, что мы делаем какое-то очень важное дело, потому что мы собирали какие-то персональные подарки, мы знали, о чем мечтают дети, и у нас были какие-то акции по сбору этих подарков. И я как сейчас помню эту белую гитару, которую хотел мальчик, и, наконец, мы нашли ее. Вы не представляете, в каком мы, взрослые, были в восторге, что у нас есть, наконец, белая гитара или ролики, которые мы можем подарить этим детям. Нам казалось, что их жизнь изменится как-то вот в связи с этим, и что мы делаем какое-то важное дело. К счастью, могу сказать, что детский дом в районе нашего храма был один на тот момент, и нам некуда было больше ходить, и мы потом продолжали ходить туда. И мы имели возможность пронаблюдать, что же происходит с нашими подарками. Есть ли вот какой-то толк от того, что прихожане собрались и подарили этим детям то, что они хотели. Ну, как вы догадываетесь, толку никакого не было. Более того, у меня есть даже гипотеза, что это приносит некоторый вред. Потому что в семье ребенку тоже дарят подарки. Ну, и не то, чтобы, конечно, эти подарки дарят за что-то, да, или не то, что вот ты была хорошей девочкой, и Санта-Клаус принес тебе куколку. Но все-таки ребенок понимает, кто и почему дарят ему подарки. Он понимает, что это бабушка, а это тетя, и она меня любит. И вместе с подарком она приносит свое внимание, свою любовь. Ну, и некоторое обещание помнить обо мне. На самом деле это ужасно, но ребенок в детском доме, он же осознает, что он получил этот подарок, потому что он сирота. И это формирует у него какую-то определенную, да, какую-то определенную позицию, за которую мы же потом его и корим. И говорю, милый мой, вот у тебя такая там эждивидческая позиция. При этом оказывается, что он же не родился с этой позицией. Это мы сами его этой позиции научили, да, что он сирота, и вот ему раз в какие-то, значит, дни, года какие-то совершенно неведомые ему люди прибегают и дарят подарочки. Но потом эта жизнь заканчивается его в детском доме раз или поздно, да, он выходит в шестнадцать, восемнадцать, двадцать три даже бывает года. Но все равно никто не будет носить ему подарки до, там, пятидесяти-шестидесяти лет, да. Вот. И представляете его жизнь, что вот у него до этого были десятки подарков, я не шучу, да, вот в детских домах, даже в государственных и бедных у детей десятки подарков. А потом раз, и он выходит в мир, у него нет там никого знакомых, и никто не бежит к нему с подарком. И вот наличие наставника, оно, конечно, решает часть этих проблем. Да, это не мама и не папа, это даже не приемные родители, и это даже не человек, который берет тебя в гости. Но это вполне конкретный, узнаваемый ребенком человек, который взял на себя, ну, некоторое обязательство, это очень важный компонент наставничества, ходить именно к этому ребенку раз в какое-то время, и их отношения имеют какой-то понятный формат, и понятный ритм, и строиться вокруг чего-то, сейчас мы поговорим чего, но не подарков. То есть вот это очень важный компонент наставничества. Значит, если говорить системно о этом направлении работы, оно, кстати, и является аналогичным, если методологически смотреть по шагам, наверное, с гостевым режимом. С чего надо начинать, да, если вы меня спросите, как же вот там подступиться к этой задаче, которая, с одной стороны, более проста, чем школа приемных родителей, с другой стороны, конечно, тоже не так очевидно и имеет свои подводные камни. Значит, прежде всего, стоит, конечно, начать с установления отношений с детским домом. Это не всегда бывает просто, потому что по опыту могу сказать, что пока вы ездите в детский дом с подарками и пляжете вокруг елки с детьми, вряд ли у вас будут возникать какие-то проблемы. Потому что к этому открыты почти все детские дома, у них есть понимание, зачем это нужно, они рады, их двери открыты. Ну, то есть стоит только договориться заранее о своем приезде и, скорее всего, они вас будут. Вот. Но, конечно, гостевой режим или наставничество существенным образом влияет на жизнь детей и необходимо установить про это договоренность с руководителем детского дома, с руководством, с администрацией и провести переговоры. Я могу из собственного опыта сказать, что когда я была руководителем волонтерской организации, меня несколько обижало некоторое сопротивление администрации детского дома к нашей деятельности. Ну, и только замечательный батюшка, который был нашим духовником, удержал меня от каких-то военных действий внутри этого детского дома, справедливо заметив мне, что нужно сосредоточиться на помощи конкретным детям, а не на войне с детским домом. Вот. И таким образом у меня появилась приемная дочь. Вот отдельная история. Вот. Конечно, когда я стала координатором наших детских домов и в процессе своей деятельности мне удалось побывать в разное время временным директором этих детских домов, я совершенно иначе стала смотреть на этот процесс. И, конечно, толпа веселых волонтеров, которые все время окружают мой детский дом, вызывала у меня некоторую насторожность. И сейчас я прекрасно понимаю эту администрацию, которая в свое время довольно напряженно смотрела на нашу деятельность. И я понимаю, сейчас уже побывав и с той, и с другой стороны, как много ошибок мы тоже в свое время понаделали. Конечно, прежде чем открывать проект дикостивого режима, наставничества, стоит договориться о встрече с администрацией, рассказать о том, в чем цель вашего проекта, как вы планируете ее осуществлять, какие выгоды может получить администрация от этого проекта и обсудить с ними риски и опасения, которые у них есть. Главный риск и опасения, которые есть у любого директора, и он имеет на него вполне определенное право, заключается в том, что директор является опекуном этих детей. И он отвечает за них головой, своим креслом перед законом. И, конечно, если он хороший директор и ответственный директор, он хотел бы знать, что вы собираетесь делать. И нужно спросить его о том, как бы он хотел контролировать эту деятельность, какого рода отчетность ему нужна и в каких точках этого проекта он хотел бы вмешиваться. Хотел бы ли он сам проводить собеседование с волонтерами, или он готов просто встретиться с финальными уже отобранными вами кандидатами. Хотел бы ли он получать еженедельные отчеты или ежемесячные отчеты о вашей деятельности. То есть нужно договориться о точках контроля и о тех моментах взаимодействия, которые важны для вашей конкретной администрации. Вам нужно провести переговоры с администрацией. И давайте сразу договоримся, что если эти переговоры не будут успешными с первого раза, вы не будете расстраиваться и отчаиваться, а поймете, что нужно сделать шаг назад и понять, какого рода потребности есть сейчас у детского дома и к чему они готовы. То есть иногда этот проект наставничество, он вызревает в процессе сотрудничества. То есть если сейчас детский дом ни к чему не готов, ну кроме каких-то разовых мероприятий, к сожалению, придется на некоторое время на этом остановиться, хотя мы помним, что это не очень эффективно, но делаем это ради установления отношений с одним детским домом, да, их просто логичным выстраиванием, потому что у детского дома тоже есть период привыкания к вам, к организации, которая помогает и нужно наработать некоторый кредит доверия для того, чтобы нам дали делать внутри детского дома сложный проект. И если у вас будут возникать какие-то сложности в договоренностях с детским домом, вы можете писать нам, мы постараемся вам отвечать, ну просто из опыта своего, да, как лучше еще поговорить с ними, да, то есть какие можно использовать методы в этом смысле переговоры. Итак, мы поговорили о том, что важно договориться о самом проекте с администрацией, дальше можно осуществлять набор, поиск прежде всего кандидата в наставники, это можно делать, использовать те информационные ресурсы прихода, которые есть, да, и доски объявлений, и газеты, и сайты, и просто встречи с прихожанами. Хорошо, когда батюшка в этом смысле помогает вам и тоже вместе с вами занимается приключением, обращается к пастве, рассказывает, зачем это нужно, конечно, это все становится более эффективным. В свое время я помню, что когда мы попросили Владыку рассказать о том, почему ему кажется это важным, вот в гостевом режиме я уже упоминала, конечно, мы получили более широкую аудиторию. И мы понимаем, что, да, конечно, это работает. Сколько бы мы не выступали перед аудиторией, понятно, что священник имеет совершенно другое влияние. И когда у вас есть уже какое-то количество желающих, вы можете начать обязательно с ними встречаться. Да. Этот этап, прежде всего, речь идет об отборе, потому что не всех и не всегда можно брать на этот проект. Тоже можно. То есть нужно, да. Ну, тут, если говорить о критериях, то, наверное, как бы мы будем в большей степени руководствоваться. Понятно, что там часть из вас не является психологом и не может провести какое-то в этом смысле глубинное интервью с нашими кандидатами. Но, по крайней мере, я предлагаю руководствоваться здравым смыслом и принципом «не навреди». То есть нужно все-таки смотреть, зачем этот человек хочет этим заниматься, есть ли у него ресурсы временные, что он может дать в этом смысле детям, да, в хорошем смысле этого слова. Вот. И насколько этот человек, ну, до некоторой степени готов участвовать в командной работе, что ли, да. Потому что, отправляя его в детский дом, вы, как руководитель этого проекта, вы, в общем, отвечаете за действия этого человека в детском доме. И важно, чтобы у человека была некоторая критичность к своей деятельности, вот. Ну, и возможность взаимодействовать с вами. Я так осторожно об этом говорю, потому что я хочу сказать, что у нас были разные случаи, да, когда человек приходит в детский дом, и у него есть большое желание, ну, такого служения этим детям. И если он неуправляем, то он начинает творить очень часто от абсолютно благих намерений. Он начинает творить какие-то вещи, которые просто в раз подрывают доверие не только к нему, но и ко всей вашей организации. И могут навредить ребенку, да. Вот. Ну, например, он там начинает резко дарить ребенку телефоны, там, класть туда деньги. Он не понимает, что можно делать, что нельзя. Он начинает спорить с воспитателями, проводить свою какую-то резко воспитательную линию. Ну, в общем, совершать какие-то движения, которые могут вызвать вопросы вполне адекватные, да, у администрации, не только к этому человеку, но и к вам. Поэтому, вот тут нужно как бы смотреть, насколько вы с этим человеком сможете в этом проекте работать. Вот. Значит, после этого, конечно, нужно проводить какое-то обучение. Величину этого обучения и масштаб его вы можете определять вашими ресурсами. Конечно, нужно для этого, чтобы было кому это обучение проводить. Но в данном случае мы, опять же, нуждаемся в обратной связи от вас. Если у вас есть желание этим проектом заниматься, и люди, которые потенциально могли бы это делать, и единственное, что вас отделяет, это отсутствие знаний о том, как обучать, то, наверное, с этим мы бы могли каким-то образом помочь, да. Вот. То есть, нам нужно знать про ваши потребности, и если они звучат как, пожалуйста, научите, как это делать, я думаю, что это решаемая задача. И в интернете много материала, и мы можем много чем поделиться. То есть, я думаю, что мы выстроим какую-то в этом смысле программу, да. Как касается школы приемных родителей, тоже касается и гостевого режима, и наставничества. Наставничество предполагает, конечно, наименьшее количество обучения по сравнению со школой и с гостевым режимом, но, тем не менее, без обучения я бы не рискнула опускаться в это плавание. Чему мы должны научить наших наставников? Как минимум, мы должны дать им некоторые общие сведения, которые касаются особенностей детей, которые находятся в учреждениях. То есть, рассказать им о том, какого рода дети туда попались, какими жизненными историями они могут быть. И как это повлияло на особенности этих детей, на особенности выстраивания отношений. И подготовить наставников к каким-то типичным ситуациям, с которыми они будут столкнуться. Да, все ситуации вы никогда не разберете и не сможете подготовить. Это невозможно даже в рамках школы приемных родителей, скажу вам на практике. Но, конечно, к основным мы не можем просто пустить его в плавание и сказать ему вперед, потому что уже как бы на входе понятно, с какими сложностями он столкнется. Сложности основные – это трудность установления контакта. То есть, не обязательно, что вот ребенок сидит его и ждет. И особенно подросток трудный. Или наоборот, он может быть там очень мрачным, или наоборот, он может быть слишком открытым и сразу кидаться на шею, и волонтер в ужасе понимает, что… Он может назвать его мамой. И на самом деле это очень серьезное переживание для неподготовленного человека, да, что он пришел в детский дом, он пришел на один час там своего времени, и тут какой-то ребенок подходит к нему и говорит, мама, ты меня заберешь? Ну и, конечно, к этому хорошо бы готовить человека, да, потому что это может произвести довольно крепкое впечатление, могу по опыту сказать. Вот. Даже на подготовленном человеке. И у него могут попросить деньги, попросить положить денег на телефон. Ну, в общем, вот эти ситуации, их, в общем, довольно счетное количество, и к ним можно вполне реалистично подготовить. Кроме того, вы должны определить какие-то принципы вашей организации, что вы делаете внутри, что вы не делаете, как выглядит у вас отчетность по вашему проекту, будет ли она, в какой форме она вам нужна. Это те вопросы, которые вам нужно продумать заранее и обсудить с вашими наставниками, как бы вы хотели, чтобы была выстроена работа. Итак, подготовка проведена, ваши наставники идут в детский дом. Тут нужно тоже подумать, оговорить с администрацией, как это выглядит, как это удобно, в какие часы это возможно. Хорошо бы договориться о сотрудничестве, когда они вам рассказывают, что это за дети. У вас есть возможность рассказать персональному наставнику, с каким ребенком он будет работать. Тут тоже нужно подумать о том, как это происходит. У вас происходит просто какое-то вначале совместное чаепитие, и люди свободно общаются и выбирают, ну, не хорошее слово выбирают, но, по крайней мере, приглядываются друг к другу дети и взрослые. Или вы, может быть, заранее будете знать уже детей, немножко знакомы будучи с ним. И предполагать, например, что хорошо бы, чтобы там с этой девочкой стала заниматься Мария Ивановна. Да, потому что вот девочка очень увлекается сейчас вопросами внешности, а вот Мария Ивановна парикмахер. И она могла бы, на самом деле, вот у меня в практике была такая история, и там Мария Ивановна могла бы рассказать об особенностях этой профессии и, может быть, даже чему-то научить эту девочку и там помочь ей в профессиональной ориентации и в навыках ухода за собой. Вот. Ну, такой уже вполне себе ощутимый результат. Вот. Ну, в общем, как-то отношения персональные должны выстроиться. Еще раз скажу, что в наставничестве главный компонент – это все-таки личное отношение между ребенком и его наставником. И дальше начинается процесс знакомства. Желательно, чтобы этот процесс был естественным и поступательным. То есть, чтобы ваш наставник приходил не уже с конкретным видением, что этот ребенок и когда будет делать, потому что такое тоже бывает, и из-за этого происходит некоторое разочарование, да, что ваш наставник уже приходит, у него в голове сложилась прям четкая схема, да, что должен делать ребенок, и не факт, что это надо, да, не факт, что ребенок в это впишется, и у всех будет какая-то в этом смысле тревога, обиды взаимные. Вот. Это тоже на подготовке важно с наставниками обсудить, что в начале у нас есть этап вхождения в контакт, когда мы приглядываемся к ребенку, общаемся с ним в основном на его территории, смотрим, что он любит, какие у него есть предпочтения, и думаем про то, чем мы могли бы быть ему полезны. Хорошо бы, чтобы у наставника были собеседники в лице руководителя проекта или какого-то супервизора, который помогает ему выстроить эту работу. Совсем в идеале хорошо бы, чтобы у наставника со временем появилась такая карта развития ребенка. Она может появиться письменно или в голове, но в любом случае хорошо бы, чтобы он умел так про ребенка думать, чтобы он понимал, на каком уровне развития находится его ребенок, и чем в ближайшее время он может быть ему полезен. И давайте, может быть, мы накидаем совсем само поле возможностей. Это далеко не весь перечень возможностей, потому что, исходя из конкретной ситуации, это может быть всегда что-то другое, но давайте основные такие направления движения подберем. Значит, во-первых, эти проекты могут быть наставнически общие или индивидуальные. Общие – это когда мы, группа наставников и группа детей делает что-то внутри детского дома, и это какой-то проект, протяженный во времени. Например, вы вместе оборудуете площадку детского дома. Это очень хорошо, когда это совместный проект, то есть это не просто спонсоры или наставники приезжают и что-то делают детям, а они на это смотрят, радуются и потом ломают. А это какой-то совместный проект, который вы выполняете, и тут польза от него не только в результате, ну, то есть в какой-то площадке, которая там появилась, но, да, конечно, в самом процессе взаимодействия, в тех отношениях, которые складываются вокруг сколачивания этой конкретной лавочки. Вот. И польза этого действительно может быть большая. И эти проекты и отношения могут развиваться в индивидуальном режиме, когда конкретная Мария Ивановна ходит, конкретные девочки Настеньки, и вот их отношения каким-то естественным образом выстраиваются вокруг чего? Да, вы меня спросите. Да. Вокруг, ну, разных направлений. Значит, это может быть помощь в профориентации, если это подросток, причем самое разное, да, это может быть помощь в учебе. Да, тоже самое разное, но тут важно помнить, что первичное отношение, а потом уже помощь в учебе. Помощь в учебе не получается, если у нас нет отношений. Со своими детьми, кстати, так же, да? Вот. И это может быть любая продуктивная, то, что называется психологами, продуктивные виды деятельности, да, то есть когда мы совместно с ребенком что-то делаем, там, вышиваем, рукодельничаем, чему-то его учим, готовим вместе с ним, то есть что-то, что укрепляет личность ребенка и дает ему подтверждение того, что он что-то может, что-то умеет и что-то для него важно. На самом деле этот перечень огромен и с теми нашими слушателями, которые заинтересованы в проекте наставничества, мы готовы обсуждать уже там все подробности. Мы закинули вам такие удочки несколько, которые возможны для вашего рассмотрения практической вашей деятельности. Мы не можем, конечно, отсюда понять, кто на что способен, но я надеюсь, что мы как-то вас, Елена, в первую очередь, попыталась замотивировать на эту деятельность, насколько это важно, насколько это нужно и действительно своевременно. То есть если вы хотите что-то делать, то это делать нужно все-таки правильно, не так, как нам это представляется, а как это действительно на самом деле детям необходимо, детям это действительно нужно. Я только в конце буквально одну фразу скажу по поводу документа, который у нас на сайте сейчас выложен, в новостях, где кони.ру, документ, который был составлен комиссией по вопросам организации церковной социальной деятельности, благотворительности, межсоборного присутствия. Называется она «Принцип осуществления церковной заботы о детях-сиротах». Там он такой не маленький, но очень много принципов там тоже описано, которые, может быть, тоже будут вам в помощь в определении своей деятельности дальнейшей. Елена очень много нам интересного, я думаю, важного сказала. Это, конечно, совсем не все. Это если каждый разбирать поводу, то нужно достаточно еще несколько вебинаров проводить. Нам бы очень хотелось услышать, увидеть и узнать о ваших союзниках и увидеть вас в качестве союзников наших. И надеюсь, что вы действительно выберете эту область в плане помощи конкретной такой социальной деятельности, помощи детям-сиротам, детям оставшим в обеспечении родителей. Я благодарю Елену, спасибо вам большое за ваш интересный рассказ. Мы в дальнейшем будем обязательно сотрудничать, я надеюсь, со всеми вами. Всего вам доброго, помощи Божьей. Я, со своей стороны, в заключении хочу сказать, что, конечно, на нашем сегодняшнем занятии у нас было две основных задачи. это рассказать вам лишь вкратце основные направления работы и вдохновить вас. И в заключении я хочу сказать, что у нас накоплено довольно много опыта, которым мы готовы делиться. И я понимаю, что, возможно, те проекты, о которых мы сегодня говорили, на сегодняшний момент вам кажутся неосуществимыми, очень сложными, что это звучит как, ну, вот просто какое-то освоение Марса. Но я хочу сказать, что на практике это все не так страшно и не так сложно. Надо только начать. И вот как только вы решитесь начать и напишете нам свои запросы и вопросы, мы сразу сможем от них оттолкнуться и выстроить какую-то уже конкретную программу обучения и помощи вам разного рода, которая, я надеюсь, вылится во множество замечательных проектов. И благодарю, Елена, еще раз. Да. Спасибо большое. Тогда до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok